Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вы член какой банды? Член банды Гульбеттина Вместе с Афнулой Они подошли к школе Там находился солдат из охраны Они подошли к нему вплотную И застрелили его Но он не знал, что оружие было заряжено С какой целью вы устраивали засады? Они устраивали засады, чтобы убивать Защитников революции Вы кого-нибудь убили? Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты увидишь божественное изваяние Геркулеса Со шкурой на плечах Со шкурой на плечах убитого им льва А рядом сидящий Будда И прекрасная богиня Ардукшу С царской короной А вокруг много воинов и очаровательных дев Как грациозные эти девы Как обворожительные И как пластичные И вечно юные, хотя им уже 20 веков И они не из Афины или Рима Не из Египта или Индии А все они созданы вот здесь В Афганистане Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Горо уйду и ум, батарави чапа на каткулет. Узову не запасть. Дердак и пларе угуречи, бамни. Товарищ Русанов, сделайте фотоснимки. Мы их вывесим в городе, напечатаем в газетах. Пусть с обедом узнают все. Ольга. КОНЕЦ Говорит Авдул Гафар, командир батальона Царандуев, зоны Восток. Хадда – историческое древнее место. Сюда приезжали люди из разных стран, чтобы увидеть это чудо. Душманы обстреляли музей ракетами, уничтожили охрану, а древние ценности увезли в Пакистан и продали американским друзьям. Субтитры создавал DimaTorzok Саламу алейкум, хванам. Саламу алейкум. Бегует, поучи шлюаст. Маризаст. Маризаст. Бегует, чаруя шутки маризаст. Шежерус. Сажай. Худую че фатаст. Что она говорит? Это кочевники с юга, из-за границы. Они приходят к нам на летние пастбище. А это ее брат. У них случилась беда, много скота погибло. Люди болеют. Товарищ Русанов, я уже слышал об этой. Странной болезни. Раньше такого не было. И люди говорят, что они разгневали Аллаха. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... Алексей, прошу тебя как другу, попытайся узнать хоть что-нибудь об этих скульптурах. Душманы их вывезли из Афганистана в Синдабад. Это ясно. А ты туда летишь. Да у меня на это времени не будет. Виза всего на неделю, и продлить ее вряд ли удастся. Я хочу написать Ахадда. И непременно напишу, но не сейчас. Сдались они тебе, эти комары. Тут расхищены шедевры. Я могу ошибаться. Возможно, к странной болезни кочевников комары и не имеют никакого отношения. И, возможно, я иду по пустому следу. По пустому. И все-таки в Синдабадской газете «Талаш» промелькнула крохотная заметка о странной эпидемии. С явным намеком на то, что эта эпидемия была вызвана искусственно. А ты представляешь, что за этим может стоять? Я чувствую, что здесь скрыто что-то очень серьезное. Не надо лететь. Боже мой, боже мой. Человечество обезумело. Обезумело не человечество, а отдельное его представители. Я ведь был тогда на Кубе. За неделю пало полмиллиона свиней. Представляешь себе? Горы туш и жирно-чадящие костры. И постоянный запах горелого мяса. Ты бы видел. Узнаю, Русанова. Тебе дать совет? Какой? Дружеский. Ты там не горячись. За тобой ход да. Ты обещал статью. Ну, счастливо тебе. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Консул ждет. Прошу. Лишняя предосторожность, я полагаю, не помешает. Разве к вашим непроницаемым стенам приложены чужие уши? Древние ферсы говорят. Девар муж дара, муж гуш дара. У стен есть мыши, а у мышей есть уши. Если бы они были чужие, то вы бы определенно попросили меня их отсечь. Заодно с языком. Билли любитель черного юмора. Долгое время провел в Сальвадоре. Как ваши дела, досточтимы, Ниэсхан? Как обычно, мистер Буреллен. Работы много, зато в городе все спокойно. Этот русский еще не прилетел? Прилетит сегодня. Он что, офицерик разведки? Журналист. И очень активен. Заметку из вашей газеты информационные агентства разнесли по всему миру. И это всем нам большой минус. Редактор газеты в тюрьме. Ему грозит... Сейчас это совершенно не важно, уважаемый Ниэсхан. Надо думать, как изолировать журналиста от источников информации. А теперь, дорогой коллега, мы поделимся с вами информацией нашей Вашингтонской штаб-квартиры. Агентурные сведения на гражданина СССР Алексея Петровича Русанова до 16 декабря 1985 года. Родился в Ярославской области в 1942 году. Окончил Московский институт восточных языков. Коммунист. Занимается журналистикой. Работал корреспондентом в Китае, Турции, Польше, Болгарии, Никарагуа, Италии, ФРГ на Кубе. Пять лет в Соединенных Штатах. Исключительно активен. В штате Колорадо проник хранилище химического оружия в Данвере. В Калифорнии пытался посетить Ливерморскую лабораторию по конструированию нейтронных бомб. В Нью-Йорке и Вашингтоне обнаружил конспиративные филиалы снабжения оружием банд-инсургентов в Афганистане. Все перечисленное тенденциозно расписал в советской печати. Этого мы здесь не допустим. Древние перцы говорят «Если нравливо становится нравом лисы, то это есть нужда, нужда, нужда». Занесен в картотеку нежелательных иностранцев. Приметы. Волосы русы, глаза светло-серые, рост 6 футов и 2 дюйма, подмеченные слабости, вспыльчив, временами подвержен меланхолии. Алкоголь потребляют умеренно, для вербовки признан неперспективным. Сэр, огляните назад. А что я там увижу? Кто-то очень хочет с вами познакомиться? Тогда лучше не оглядываться. Сэр, перебавьте еще немножко, и я вас избавлю от этого знакомства. Каким образом? А это уж я сам знаю. Хорошо, только не теперь. Где-то через час проезжайте мимо моей гостиницы. А вдруг обманете, а? Вот задаток. Да сохранит вас Аллах. Отныне надеюсь только на него. Абсолютно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Такого номера нет. Этого не может быть, это посольство. Такого номера нет. Я требую... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если нас догонят, вам не сдобровать. Не догонят. Вы думаете, они не запомнили номер такси? Для таких переделок я обычно меняю номера. Вы гениальный парень. Люблю драчить полицию. Если, к тому же, за это платят. Поехали. 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 Я Эль Мерзе. Русские у нас редкие гости. Чай или сок? Чай, пожалуйста. Бывали в наших краях? Нет, впервые. А я был у вас в Москве. В лучшие времена. В лучшие в каком смысле? Лучшие на мой вкус. Тогда вы тоже были главным редактором? Я не главный редактор. А кто вы? Замещаю главного. А где он? Его нет. В каком смысле? На мой вкус, в самом неприятном смысле. Непонятно. Наш главный редактор арестован. Он в тюрьме. А за что его арестовали? За его честность. Позвольте вам представить нашего лучшего репортера Икрамол Игбал. Алексей Русанов. Я знаком с вашим репортажем. Очень приятно. А когда арестовали главного редактора две недели назад? История с ядовитыми комарами. У вас, коллега, профессиональный нюх. Но давайте переключимся на что-нибудь менее опасное. Господин Мерзя тоже побывал в тюрьме. За неугодную властям статью. Какую статью, если не секрет? Эта статья... Довольно, Игбал. А вам, мистер Жусану, я дружеско советую. Не вращай злочастность строить с комарами. Она очень опасна. Выходит, вы ничего мне об этом не скажете? Ни слова. Браты, ваши же безопасности. Очень огорчен вашей позиции. Нам категорически запрещено. Обсуждать данную тему. А если вы, как журналисты, все же поделитесь со мной? Я обязуюсь не разглашать источника информации. Нет. Прощайте. Господин Русанов. Прощайте, коллеги. Господин Русанов. Моешь на вас на минутку? Зачем? Сюда, пожалуйста. Загляните на улицу, первую часть. А что там? Кое-что интересное для вас. До свидания. КОНЕЦ 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 Роджерс, двадцать три Роджерс, двадцать три Куда? К Басу Зачем? Да, сугубо конфиденциально Прошу Добрый день Добрый день, как о вас доложить? Скажите, что приехал Алекс Алекс без фамилии? Правда, мисс Извините, я нелюбопытна Пройдите Алекс Мы, по-моему, не знакомы Советский? Вы, а... Нет Советский? Журналист? Да Каким образом? Без пропуска Ваши люди привыкли доверять европейцам Я в этом не вижу ничего дурного Прошу Я пришел к вам, профессор, чтобы задать несколько вопросов Но боюсь, что вы поднимите меня на смех или обидетьесь Вы известный биолог Я же в этой области невежда Но я вынужден просить вас высказать свое мнение Мнение маститого ученого, чтобы помочь мне развеять кривотолки здешних невежд Вы слышали что-нибудь об этой странной эпидемии? Слышал ли я об эпидемии? Я как раз этим и занимаюсь Причиной возникновения эпидемии и возможностью ее ликвидации Вы очевидно решили, что если эпидемия вызвана какими-то комарами А я тоже занимаюсь какими-то комарами То у вас в руках сенсация Я ничего не решил, я просто спрашиваю Прошу прощения, я не испытываю большого удовольствия От беседы с русским журналистом Но у меня правило никогда не ссориться с вашим братом И еще я не люблю, когда необоснованные слухи разносятся миллионными тиражами Я не специалист по сплетням Ну вот и прекрасно Но в том, что город полон слухов, вы в этом сами виноваты Каким образом? Ваша лаборатория так засекречена, что это по неволе вызывает подозрения Секречен У меня нет никаких секретов от цивилизованного европейца Да? Да У меня мало времени Лаборатория вам покажет профессор Беккер Если не возражаете После этого можете задать мне любой вопрос Беккер, проводите господина Русанова в лабораторию Прошу Благодарю вас Да Что случилось? Как что? Вы хоть знаете, что у меня в лаборатории русский? Журналист Что? Идиоты Ну вот Это наш инсекторий Здесь мы культивируем комаров Для научных исследований Это Литинки насекомых А это Животные На них кормят комаров У ванных куколки Их нужно кормить, взвешивать, охранять Звучит музыка А вот здесь вы уже видите взрослых комаров. Так выглядят их хромосомы, над перестройкой которых мы работаем. А как они называются? Они происходят от комаров Айдеседжипти. Айдеседжипти? Красиво и звучно, не правда ли? Хотите посмотреть, как выглядят эти малютки под микроскопом? Среди них есть синенькие, пурпурные, вороные, малиновые. Вы с такой любовью говорите о них? А почему бы и нет? И для какой цели эти ваши крошки? Цель определяет человек. Вот здесь современная москитная фабрика. И какова суммарная мощность этой фабрики? 200 тысяч комаров в сутки. Зачем так много? Вы не о том спрашиваете. Вы не понимаете сути исключительности этих насекомых. В нашей лаборатории профессор Нелли сделал уникальные научные открытия. Им выведенная раса... Выведенная нами раса питается кровью только скота. Но она способна спариваться с комарами, которые питаются кровью и скота, и людей. Более того, она способна вытеснять комаров, носителей вирусов. Теперь вы понимаете, чем мы занимаемся? Пока не очень. Прошу. Мы боремся с эпидемией, вызванной комарами. Откуда они взялись и как, я не знаю. Кто к этому приложил руку и приложил ли, тоже тайна. Во всяком случае, я не могу голословно утверждать, что эпидемия вызвана комарами русского производства. Хотя вы заподозрили. И меня, и моих комаров. Чтобы заподозрить, нужны основания. Мне нравится ваше благоразумие. Я надеюсь, у нас общая беда. Общая. Разница только в том, что вы ищете виновных, чтобы потом поднять шум на весь мир. Ну, такова ваша профессия. А я без сенсации вывел породу комаров, способную уничтожить разносчиков болезни. И вы удивитесь, если узнаете, чей я последователь. Чей же? Теорию генетических методов борьбы Впервые разработал. Знаете, кто? Кто? Ваш соотечественник. Профессор. Серебровский. Еще в сороковые годы. Я ищу практическое применение его идеи. Конечно, еще работать, работать. Ну, такова моя цель. Есть еще вопросы? Вы мне дали столько информации, что мне необходимо подумать. Ну, прекрасно. Видите, у меня нет от вас никаких секретов. Есть только одна просьба. Пишите правду. Вы человек порядочный и, я надеюсь, прислушаетесь к моей просьбе. В таком случае, буду рад видеть вас когда угодно. И еще, если узнаете что-нибудь об этой странной эпидемии, сообщите мне. Я далек от политики, но человек. Хомо сум. И ничто человеческое мне не чуждо. Слышал ли я об эпидемии? Я как раз этим и занимаюсь. Причиной возникновения эпидемии и возможностью ее ликвидации. Мы боремся с эпидемией, вызванной комарами. Откуда они взялись и как, я не знаю. И что это за вирус? Вирус Денге. Вирус? Вирус Денге? Да. Впервые он был зарегистрирован на Кубе. Только он видоизменился с тех пор, и мы пока не знаем, как с ним бороться. На Кубе помогал интерферон? В этом случае он неэффективен. То есть, вы хотите сказать? Да. Скорее всего, девушка обречена. Профессор, я не узнаю у вас, что, собственно, произошло. Я уверен, что он на этом не остановится. Ну, это уже наша забота. Со своей миссией вы справились. Сделайте милость. Освободите меня от этой миссии в будущем. Вам за это деньги платят. Ну, не будем уточнять, кому сколько и за что платят. Ну, поймите, Томас, у меня имя. Весь научный мир. Если этот русский растрезвонит... Пока что ему не о чем трезвонить. ... ... Продолжение следует... 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 Разница только в том, что вы ищете виновных, чтобы потом поднять шум на весь мир. Ну, такова ваша профессия. А я без сенсации вывел породу комаров, способную уничтожить разносчиков болезни. Почему вы не взяли копию отчета? Разве еще нужно какое-то доказательство? Я не могу уехать, не повидав профессора. Но вы знаете, это большой риск. Зачем? Он решил, что обманул меня, а я не привык ходить в дураках. Я вас предупредил. Спасибо. Встретимся в пресс-центре. Хорошо. Встретимся в пресс-центре. Нес, хан. Полагаю, мне нет нужды называть себя. Как говорят древние персы, вы и правильно полагаете, мистер Усанов. Скажите, пожалуйста, где вы были вчера, между 9 и 15 утра до 11 и 40 дня? Разве я обязан отвечать вам на такие вопросы? Угу. Мистер Усанов, отмечено, что вы проявляете излишний интерес к нашему городу. А что в этом предосудительного? Я люблю памятники старины. Это прекрасно. Мы можем организовать. Вы же наш гость. И иначе мы не гарантируем вашу безопасность. А я разве высказывал такую просьбу? Нет. Но мы не хотим портить отношения с нашим великим соседом Севера. Вы свободны. Свободен в каких пределах? В благоразумных, естественно. Спасибо за заботу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вы не знаете этих людей. Они способны инсценировать ваше самоубийство. Есть русская пословица. Волка боятся в лес не ходить. Отчет я не возьму. Его могут похитить в гостинице. Найдите возможность передать его перед моим вылетом в Москву. Желательно это сделать в самолете. Сможете? Могу. 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 Профессор, принимайте гости. Да. Ну что вы, профессор? Вы, профессор, пришел попрощаться и задать вам несколько вопросов. Готов. Располагайтесь. Ваша семья? Да. Жена и сын. Скучаю, скучаю. Ну, да что я вам рассказываю. Вам наверняка знакомо это чувство. Вы много ездите. Профессия журналиста, знаете, сродни профессии ученого, исследователя. Города, страны, люди, люди, люди. А где-то дом. Тебя ждут два родных человека. Сын совсем большой. Да, девять лет. Девять лет. Девять лет. Тоже будет ученым? Не знаю. Не хотелось бы. Не хотелось бы. Наша работа. Бумаги, бумаги. Это ваш отчет? Да. Вы позволите взглянуть? Конечно, пожалуйста. Мы же договорились с вами. У меня от вас нет никаких секретов. Вы не перепутали, профессор? Здесь ничего нет об анализе опытов эпидемического распространения африканского вируса суперденги комарами Айдис-Эджипти в окрестностях Синдабада. Я не понимаю, о чем вы говорите. Никаких других отчетов у меня нет. И установки биоген в вашей лаборатории тоже нет. Вы неисправимый человек, господин Русанов. Я же вам сказал, я занимаюсь чистой наукой. Если вам нужны сенсации, ищите их в другом месте. Ну что ж, отрицательный результат, как принято считать в науке, тоже результат. О, вы наглец. Ну зачем же так, профессор? Если вы не желаете отвечать на те вопросы, которые касаются вашей научной деятельности, я готов перейти ко второй части интервью. Если вашего сына, вашу жену, искусали бы супермоскиты, каким врачам, каким лекарством обратились бы вы? Нет таких лекарств. Нет таких лекарств. Нет никаких лекарств! Билли, действуй. 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Как дела? КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Манжету. Как дыхание? В порядке. Следи за зрачками. Пульс хорошего наполнения. Продолжение следует... Здравствуйте. Я ваш доктор. Где я? В хирургическом отделении Боткинской больницы. Почему? Вы не помните? Нет. Вы попали в автоаварию. Перенесли тяжелую травму. Мы вам поможем. Спасибо. Приходили навещать ваши сослуживцы. Из комитета госбезопасности. Вы что-то путаете. Приходили из редакции. Алексей Петрович. Вы слышите меня? Алексей Петрович. Что с ним? Он уходит. Делайте что-нибудь. Его нельзя потерять. Дышать. Дышать. Глубокий вдох. Дай дашатырь. Алексей Петрович. Вы путаете. Я журналист. Приходили из редакции. Да? Нет. Из комитета госбезопасности. Они просили выяснить у вас, где находится тот отчет, который вы привезли из загранкомандировки. Он у главного редактора. У него нет. Проверьте. Вы напрасно мне не доверяете, Алексей Петрович. Я журналист. Вы напрасно не доверяете мне. А они доверяют. Они поручили мне выяснить, где находится сейчас этот документ. Алексей Петрович. Может, вы забыли? Ваши коллеги просили выяснить, где находится этот документ. Алексей Петрович. Может быть, вы забыли? Вы передали его в Синдабаде своему связному. Связному? Кто он? В Синдабаде вы передали отчет связному. Какому связному? Кто он? Сурая. 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 Кто такая Сурая? Это ваш связной. Где она? Сурая. Где она? Кто такая Сурая? Где она? Кто такая Сурая? Сурая. Кто такая Сурая? Где она? Он проваливается. Держать его? Да. Сурая. Ну, быстрее. Где документ? Где документ? Где документ? Кто? 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Майкл, чем? Сомбровин, дроперидол, ну и эликсир истины. Какой состав? Соканал и бензодрин. Так можно слона усыпить. Вам это помешает, Роберт? Нет. Господа, вы свободны. Роберт? За что вы меня высылаете? Вы же видите, на меня напали. Избили. Вы сами виноваты. Мы же вас предупреждали. По нашим сведениям, мы не ночевали в отеле, связались с темными личностями, провели ночь в нелегальном притоне наркоманов. Неправда. Полиция может легко доказать, что вы наркоман. Сделаем сейчас анализ крови, присутствие понятых и здешних работников прессы. Желаете? Зачем вы, Синдабадец, способствуете террору чужаков? Мистер Русанов, когда вы придете в себя, хорошенько поразмыслите, поймете, что мои люди уберегли вас здесь от кое-чего отчего. Русанов. Разрешит. Разрешит. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Домой Домой? 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 О, Боже!